Парк будущего Всего шесть павильонов. Строительство, сервисы, дизайн, промышленность, транспорт. Профессии будущего. Сейчас это, например, робототехника. Список постоянно пополняется. А информационные технологии – будущее, которое уже наступило. Она считывает открытый ли дверь с помощью этого датчика. Этот датчик уже отправляет в облачное приложение информацию. Дверь открыта или закрыта. Облачное приложение – это специальная программа в сети интернет. Туда же можно вывести информацию с датчика утечки газа, климатические сенсоры. Новую инфраструктуру показывают заместителям министра образования России, а также представителям российских компаний. Центр смена 32 года назад открывался именно как профориентационная площадка. Сегодня здесь говорят о фактическом возврате к истокам с поправкой на развитие технологий. Самое главное – это те полигоны профессии, когда ребята приезжают для того, чтобы своими руками попробовать эту профессию вживую. Понять его это или не его, выбрать и убедиться в том, что он выбор сделал не зря, если он студент колледжа. Здесь же – центр подготовки национальной сборной по профессиональному мастерству для участия в международных чемпионатах. Движение чем-то похоже на олимпийское. Символический обратный отсчет времени до первенства мира, которое пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Впервые Россия принимает в нем участие по всем дисциплинам. В смене участников сборной учат преодолевать стресс, общаться на английском языке и другим навыкам. Когда мы говорим о том, что человек профессионал, мы очень часто видим только профессиональную составляющую, то, как он умеет работать. Но для того, чтобы это проявить, необходимы те навыки, которые ставятся именно здесь. Это психофизические умения, умение контролировать свой собственный организм, это командная работа. Ну и безусловно, элементарная физическая подготовка, она безусловно важна. Ну и судя по ощущениям, судя по сегодняшней погоде, мы очень близки по температурному режиму, который нам предстоит в Абдабе. Это робот, который тушит условный пожар. Его собрал Владислав. Он из набережных Челнов Республики Татарстан. В мобильной робототехнике есть такой пункт, как представление своего проекта, то есть откуда, что делает робот. И в итоге это поможет нам представить и получить дополнительные баллы. В Российском министерстве образования называют центр одним из ключей в модернизации системы подготовки кадров. И здесь стоит еще одна важная задача – гарантировать молодым профессионалам трудоустройство. Мы должны создать систему подготовки профессиональных кадров, которая отвечает на вызовы рынка труда. А какие у нас вызовы рынка труда? Это очень динамичная смена технологий, это появление новых профессий. Тем временем муниципальные власти уже договорились с руководством смены и представителями министерства образования об использовании новой инфраструктуры. Нашим анапчанам юным, вот мое мнение, очень повезло. Почему? Потому что когда уедут основные дети, отдыхающие здесь, то заедем сюда мы вместе с учителями, мастерами, с нашими учащимися, учениками, студентами. В этом году молодые профессионалы из Анапы достаточно уверенно выступили на уровне региона и приняли участие в чемпионате страны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...